звучал вот эта триада женщина царь депутат и по понятной ассоциации я вспомнил поклонскую вот как вы относитесь к ее заявлению о том что в госдуме в общем-то очень много людей скажем так не чистых на руку вороватых которыми надо заниматься вот чтобы закончить тот вопрос по поводу женщина президента пусть партию возглавит партию любую партию кто женщина ни одну партию не возглавила ни одна женщина начните с этого с этого носить партия во главе чтобы была женщина все те же демократы там типа парнас марнас все эти яшины все же у них не могут женщина вот в этом плане это подтверждает мою гипотезу даже маленькую партию которая не не будет решать эти задачи женщина не идет уж это очень сложно тоже касается документов в думе это болезнь любой правящей партии сейчас в америке запрещена страшная коррупция образования тоже как у нас за деньги пропихивали своих детей миллион долларов чтобы поступил ведущий вуз там принстонские кембриджи там гарвард и там все прочее везде коррупция в рядах правящей партии туда и вступают чтобы хапать хапать может так если правящая партия в твоих руках все руководящие должности хлебные ключевые финансовые решения вот почему меня нельзя никогда обвинить коррупции я не могу быть коррупционером я не должностное лицо мне никто не должен давать взятку я никого не принимаю на работу никому землю не даю зарплату я ничего не даю моя задача пропаганда все вот за это мне доделали дорогие подарки когда-нибудь эту скажу кто руководитель одного иностранного государства услышал когда долбаю американцев и сделал мне дорогой подарок он не мог он боялся так мы про вашу коллекцию известно подарков и кадафи вот я говорю когда-нибудь еще отойду от дел окончательно и назову всех кто именно за пропаганду это не коррупция он слышит как он хорошо сказал вот так бы им бы хотелось но если бы они так сказали тут же подошли бы американские эсминцы эти авианосцы долбанули бы по этой стране они боятся но когда кто-то из москвы они видят фамилию депутацию они в восторге поэтому здесь я никогда не получал но меня готовы были отблагодарить именно за пропаганду это не коррупция это как артисту за голос художнику за картины спортсмену за прыжок в высоту это уже люди дарят им хочется как-то одарить